Доброе утро, мои дорогие! Вот такое опять дождливое утро. Сейчас читала комментарии. А в Сочи уже мимоза цветёт и сирень. Представляете, там вообще зимы что ли нету, как в Египте. Ой, хочу в Сочи, я прямо в него влюбилась, господи. Спасибо вам, девочки, за комментарии. Да, вот ещё что хотела сказать. Победительница новогоднего розыгрыша. Вот Галина увидела, я прислала мне сообщение своим адресом. А вот где у меня Ираида? Ираида Афицына. Напишите мне свой адрес где-нибудь. В WhatsApp или в Viber, или просто смс-ку пошлите мне на телефон. Потому что ходить на почту, сами понимаете, мне бы так собрать всех сразу, да, отправить. Так что я жду. Так, ну, ещё что хотела сказать, господи. Вот ведь, вот девчонки мне пишут, что это фиалки. Мне каждый год пишут, я забываю. У меня почему-то, я вот всё-таки далека от земли. Я постоянно это забываю. Эти названия. У меня вот Ирина, подруга моя мурманская, ну, она цветами торговала много лет. И она вот все розы знает, там, сорта, там, столько цветов. Но у меня вот, ну, не задерживается в голове. Надо прям воткнуть палочку с запиской, что это фиалки. Ну, что сделаешь, вот такая. Зато я другое запоминаю, что люди не запоминают. Вот, ну что. Сегодня у меня наконец-то приедут пилить мою сливу. Представила, предстоит, наверное, работа. Это ж ветки, вот это всё. Куда она упадёт? Туда ли, куда надо? Как они это будут делать? Фиг его знает. Ну, ладно, посмотрим. Что ещё хочу сказать? Девочки, я вот эти последние два дня вот смотрю по Ютубу вот эти разгоны демонстрации в наших городах. И вот хочу сказать, у меня такое какое-то двойственное чувство. Господи, что вот у меня? Сейчас. Вот знаете, как у японцев есть такая поговорка. Не дай бог жить во время перемен. А за мою жизнь уже столько было этих перемен, и все как-то не в лучшую сторону. Я понимаю молодёжь, которые выходят на митинги, на эти. Я их понимаю. В то же время я понимаю людей, которые разгоняют их. Ну, у них присяга, у них там, естественно, обрабатывают их, что они должны там государство защищать, там, то да сё. Но слишком жёстко. Прямо напоминает разгоны в Белоруссии. Не знаю, какая демократия, если люди идут так электрошокерами. У них дубинки теперь с этими электрошокерами. Ну, страшно это всё. Страшно. И к чему это приведёт? И не хочется опять вот этих переломов страшных, когда, как в 90-е, ну, сами помните всё. Чего вам говорить-то, Господи? Всё это пережили. И такой жизни не хочется для молодёжи, понимаете? Какая сейчас. Вот это вот. Вот они даже сами, ребята, вот стоят и объясняют ОМОНовцам. Говорят, ваших родителей премии лишили. Вас лишили будущего. В общем, страшно. За детей страшно, за внуков страшно. И что будет? Ну, посмотрим. А то, что, конечно, пытаются добиться равноправия какого-то, никогда этого не было и не будет. Какое равноправие? Этот мир так устроен. Что есть богатые и бедные. Есть люди, которые умеют зарабатывать. А есть такие неприспособленные, как я. Вот я не умею зарабатывать. Не умею. Ну, я вот смотрю других блогеров, которые тоже занимаются там рукоделием. У них прям сделали и отлетают. У меня. Ну, мне Костя давно, уже много лет назад говорил, что тебе нужен человек, который умеет продавать. Я сама не умею. А есть люди, которые умеют. Ну, что ж, мне теперь на митинг выходить? Какое нужно? Кто меня посмотрит? Ну, вот тот, что я... У меня много людей пишут. Очень много и из Белоруссии. И Белоруссии тоже кто-то за, кто-то против, кто-то прям вот готов, как говорится, на пулемет лечь, лишь бы ушел их президент. Ну, а придет другой. У него прям душа болит за народ. И он так рвется к власти. Вот из любви к народу. Ну, это дано. У него будет своя команда, которая тоже воровать начнет со страшной силой. В общем, короче говоря, все это больно, все это мерзко и противно. Я очень расстраиваюсь из-за этого. Но понимаю, что от меня-то ничего не зависит. Поэтому, наверное, еще обиднее. Но очень хочется, чтобы как-то все, ситуация-то разрешилась, ну, как можно мягче, и чтобы никто не пострадал, самое главное, в общем. Но смотреть жутко на пустую Москву вечернюю, где ходят только отряды полицейских, ОМОНовцев, это страшно. И я согласна со многими, что это прям похоже на какую-то оккупацию. И вообще это все напоминает какие-то фантастические фильмы про будущее. Вот эти полицейские в метро с собаками, вот это каждую минуту маски, маски, вот это... Боже мой, до чего мы дожили, Господи! Скорее бы уже вся эта коронабесие закончилась. Ну, не знаю, дадут ли нам спокойно пожить. Очень сомневаюсь. И это не какой-то пессимизм, там, депрессия. Нет, это просто жизненный опыт. К сожалению, хотелось бы другого жизненного опыта, но... Получается вот так. Так что я желаю... Те, кто попали там в СИЗО, еще куда-то выбраться с меньшими потерями оттуда. Очень жалко. Очень жалко людей. Так что уж вы меня извините, вот так грустно день начался. Ну, ладно, будем живы, посмотрим, что будет и как. Да, еще хотела сказать, девочки, напишите свое мнение, как вы к этому относитесь, потому что это мое сугубо личное мнение. Может быть, вы мне приведете какие-то доводы, что я буду по-другому считать. Я вообще-то прислушиваюсь к мнениям людей, которых я уважаю, а вас я уважаю. Поэтому напишите, как вы видите вообще всю эту ситуацию. Ну, девочки, сбылось. Прошла неделя. Наконец, появился человек, который будет пилить мне сливу. Но он весь в сомнениях. Говорит, как же ее так отпилить, чтобы на крышу не упало. Не знаю, как он будет пилить. Но я вам покажу. Ну что, мои дорогие, баллончик меня подвел. Поэтому крашу теперь вот так. Да, много краски уйдет, конечно. Но доделать-то надо. Вот крашу и жду товарища, который приедет сливу мою пилить. Сказал, минут через сорок. Ну, вот так вот я крашу. Мне даже смотреть страшно. Такой ветер, лестница качается. Господи. Первая пошла. Вот это здоровая. Да, тени теперь не будет тут. Так, пойду-ка я от греха подальше. Ой. Ужас какой. Вот, остались две вот эти вот еще длинные. господи. Господи. Влетела. Водение. Да. На акации он зависла. Вон, что творится. Вон, что творится. Ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Даже ваза целая. Дэт. О, видите, чего осталось. Дни ветки. Не пройти, не пройти, не проехать. Вот так, конец сливей пришел. О! День ветки. Вот так. Да. Нет! onnräк. Вот так. Да. Тинь. Я их уникал. И, конечно. Вот так. Мы вокруг. Волей. Вот так. Так. Ну что, последний этап. Оставляют мне пенечек. Я на него какой-нибудь бозончик поставлю. Она трухлявая, прям труха одна. О, как. Вот я вроде бы и жалко, тени от нее. Ну а что уже все? Уже и слива не было в том году. Ну а она, как. Пойди. Прощай, слива. Ребята забрали дрова. Вот и все. Подмели, убрали. И ребята поехали. Молодцы. С женой молодцы. Просто молодцы. Вообще удивительно, почему Витя меня с ними раньше не познакомил. Ну вот. Досыхает коробочка. Ну, в смысле, как досыхает. Я ее сегодня покрасила. Завтра она у меня высохнет. Я ее украшу. Опять высохнет. Клеить я буду на эпоксидку. Так что еще сутки, чтобы все это высохло, закрепилось. Потом лаком покрою. И буду отправлять Танюши в коме. Ну и, видимо, остальные, что у меня есть адреса, остальным девочкам буду отправлять. Так что, Ираида, пишите мне адрес быстрее. Коты лазят по столу. И Маська, и другие. Только вытрешь опять следы. Субтитры сделал DimaTorzok